и коробка ты смертная куда ты летишь по городу перегруженный москвич пикап 90 идем уходит от меня вот чудила а рейте за соточку за перевалило знатно прет чертовка всем нет другую сторону всем пока так господа к нам с того приехал вот и ланус поменять масло спускаемся под яму искали сливную пробку очень долго но нашли вот она господа сейчас саня подаст ключ на 17 я откручу сольем масло ой фокусируйся вот и и все и поменяем масло меняйте масло часто берегите свои двигатели да чкуй да погасло Смотри, смотри. А выхлопа. Это просто еще холодное. Еще холодное просто. Нет, не горит. У тебя больше оттуда дымит. Ну, блин, там дышать нечем, сука. Там дышать нечем. Но она блофит. Да. Ты сейчас будет произв... Этот очкун спрятался. Ты сейчас произведен запуск. Твою мать, пилотируй его. Я думаю, ничего не взлетит на воздух. Поджигаем факел. И... И... И что? Кислорода, может, мало ему? Я бы не думал. Дую, но и похер. Как-то это говно не хочет взрываться. Этот очкун спрятался. А это говно горит внутри. Вон там. Просто мне... Огонь. Ну что, ребята, все здрасте. Давно не было Жогова. Хотите Жогова? Вот оно. Разлетелись поршня. Один вообще вбил вот сюда. Прилип. А, вот, оторвался. Кольца, короче. Все там где-то. Мотор после ремонта был. Перегрели, пацаны, короче. 160 летели без вентиляторов. Без воды. Все. Первый рассыпался. Второй рассыпался. Четвертый целый только поршень. Третий вот так вот. Труба. Что с этим делать? Так, всем привет. Была такая проблема с проводкой. В данном автомобиле. ВАЗ-2104, 07, 05. Все. Одинаково, как бы. При трогании потухла приборка. Ну, приборная панель освещения, как бы сказать. Габариты. Подсветка приборной панели. Вот. И все. И рылись, рылись везде. Искали, в чем причина. А причина оказалась в очень веселом. Вот в этом вот. Уроде. Фокусируйся на номере. Вот. Короче, вот эта лабуда стоит вот здесь. Освещение бардачка. Выпал вот этот концевик конченый. Фокусируйся. Вот. И там, вон, внутри. Все коротело, короче, нахрен. Сгорел один предохранитель, поменяли на второй, на пятнашку. Пятнашка сгорела, потом поставили тридцатку. И сгорели тут куча дорожек внутри сразу, штуки 3-4. Вот. Пришлось снимать блог предохранителей. Который находится вон, в той вон дырке. Это надо показывать? Я не знаю. Вот. Короче, если у вас сгорает предохранитель на габариты, проверьте вот эту лакшери-функцию в бардарчике. В бардарчике. В дырочке, да, в этом. И все. И закрывайте все это обратно. А тут нужно просто очень тихо слушать звуки. Автомобиль DL Nexia 11-го года. Включаем замок зажигания. Слушаем. Он просто мычит, как коза, блин. Там где-то ягненок. Труба, блин. И снова рубрика «Жесть на СТО». Приехал Ланус. Зашла нас. Что-то, говорит, спереди стучать начал при 60-ти километрах в час. Это я уже только что заметил. Пыльца, видите, да, такая вот? На краске. От колодок, скорее всего. Заглядываю сюда, так и говорю, А, ну у вас, наверное, пыльник разлетелся на гранате. Гранат полетела. Технично, смотрю, диск что-то подрало, когда колодки были новые. Заглядываем сюда. Тут у нас пластиковые пыльники. Ну, жесткие, кто шарит, тот поймет. Как бы его порвал откуда. Как? Поднимаем, значит, на домкратик его. Да, ё-моё. Иллюминация. Вот. Колесо-то вращается с хрустом. Теперь дальше смотрим. Вот так вот. При 60-ти километрах шумит немного колесо, говорит. Это я не знаю, сколько она шатается. Это просто жопа. Ни подшипника, ничего там нет уже. Как это, блин, вообще? Как реально ездить, а, люди? Камера сейчас не передает. Как бы так снять? Ё-моё. Как вам показать? Вот круто, вообще, жопа. Сантиметров пять вверх, наверное. Смотрите на колодки. Труба. Субтитры подогнал «Симон»!